Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Немножко покатаемся с вами. Я надеюсь, что вам нравится, что мы сейчас с вами стали выходить чаще на связь. Я стараюсь записывать для вас ежедневные видео, ежедневно кататься на машине, чтобы хоть как-то куда-то проходить и спускаться. Но самое главное, конечно же, давать для вас, для вашего ума полезную пищу, потому что сама постоянно ее ищу. И сейчас хочу рассказать вам о том, о чем обещала в прошлом выпуске, о таком очень серьезном, я бы даже сказала, зарождающемся тренде. Он уже имел место быт, как мне кажется, но ситуация, которая происходит сейчас, его усиливает. Итак, мы сейчас сталкиваемся с какой интересной задачей. Давайте так, давайте все-таки без проблем, давайте будем с задачами. Задача у нас такая, что первое, очень много людей, если мы предприниматели, сокращаем мы. Второе, если мы, наемные сотрудники, сокращают нас. Третье, от нас возможно, если мы оказываем какие-то услуги, отказываются клиенты. Это может быть связано, если мы оказываем там СММ и прочие какие-то штуки. Почему? Потому что не понимают, что рекламировать, за какие деньги рекламировать, нужно ли это рекламировать и так далее, и так далее, и так далее. И ситуация складывается таким образом, что много людей остается на рынке вне понимания, что делать. Ну, давайте посмотрим, начнем с ошибки, которые очень часто допускают. Первая ошибка, это то, когда ты, например, думаешь, я хороший маркетолог, я, например, так думала о себе, и хорей мне делать кому-то хороший маркетинг, я сделаю свой бизнес. Какой бы бизнес мне сделать? О, цветочный. И я со своим супругом влезла в цветочный бизнес, сделала ему очень классный маркетинг. На самом деле, очень круто все упаковала, подала, но я ни хрена не знала о цветочном бизнесе. Маленький нюансик. И я не понимала, что те амбиции, которые есть у меня, и финансовые возможности в том числе, и интерес, они сопоставимы с маркетингом моим. Потому что в цветочном бизнесе, чтобы зарабатывать столько, сколько я хочу, нужно как минимум производить эти цветы или возить эти цветы. Но на данный момент, вообще, учитывая всю историю, которая происходит в нашей стране, очень большой вопрос, можно ли на этом заработать, потому что сегодня ты заработал, а завтра ты потерял. И это как бы тоже, ну, такие себе вопросики. И, соответственно, я в этом плане очень конкретно пролетела, потому что я там маркетолог хороший, а с продуктом не знакома. А с продуктом, это, знаете ли, нужно оставить маркетинг и создавать продукт. Очень часто многие люди, например, которые являются ремесленниками, ну, например, ты мастер по маникюру, и ты думаешь, открой-ка я свой салон красоты. Вроде клиентов много, я все понимаю, но ты забываешь о том, что клиентов много у тебя, потому что ты хороший мастер. Но для того, чтобы открыть салон, тебе нужно перестать быть хорошим мастером и превратиться в человека хорошего управленца. А это уже, мои дорогие, совершенно другая компетенция. И вот ты начинаешь это открывать, потом ты понимаешь, что тебе надо и в бухгалтера превратиться, и в HR превратиться, и в маркетолога превратиться для того, чтобы всех этих людей занять делом. И вот ты уже никакой нахрен нехороший мастер. Но дальше становится еще интересней, потому что ты ничего нехороший, но тебе нужно садиться теперь и все это как-то обеспечивать. Видите, вот в результате хороший мастер работает, 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 потом это все сбрасывает себя, остается в лучшем случае в нуле, в худшем, что чаще бывает, с долгами. И потом сам это начинает отрабатывать. О чем я говорю? Я говорю о том, что если вы в чем-то хороши, будьте хороши в этом. И если вы сейчас, а, остались без работы, б, вы привыкли, что вам платят гонорар, а тут вам гонорары не платят. А это как раз тренд. Тренд сейчас заключается в том, что люди перестанут платить за процесс. Люди начнут привязываться к результату. Уже активно развивается история о том, что блогеры перестанут получать гонорары, как это было раньше. Вот мой прайс, я это прорекламирую, а дальше меня ничего не интересует. Нифига. Сейчас уже это активно обсуждается, что гонорары больше никто получать не будет. А будет конкретный KPI. Вот тебе партнерская ссылка или там, не важно, промокод или еще какая-то фигня. Пожалуйста, если мы работаем, вот продавай, на сколько продашь, вот этот процент твой. Ну, типа, как бы честно. И это в данных реалиях, ну, как бы по-другому, скорее всего, быть не может. Соответственно, как вы понимаете, для блогеров тоже наступит такой очень непростой период. Как и для любых других людей, например, вы СММщик. И вы раньше продавали свои услуги. Вам платили, например, тысячу долларов за то, что вы месяц там вели аккаунт. А сейчас вам, скорее всего, от вас откажутся. И у вас есть два варианта. Первое, вы подумаете, у нас же классный СММщик, а может мне магазин свой открыть? Ну, или какую-то фигню. И случится то, о чем я вам только что сказала в начале. Вторая мысль, которая будет более разумная и которую я вам рекомендую использовать. Это то, чтобы посмотреть на кого-то, у кого, например, есть хороший продукт. И вы понимаете, что подключив свой инструмент, свое умение и навык грамотного СММа, вы можете этому человеку помочь продавать. И для вас это будет выгодное сотрудничество. По крайней мере, вы сами узнаете, чего вы стоите. И вы будете нацелены на результат. Вот таким образом сейчас будут собираться команды. Таким образом сейчас собирается моя личная команда. Потому что я несколько месяцев назад отказалась от заработных плат. Вот там с последними сотрудниками довела такие отношения. И полностью перевела это на партнерские. Потому что сегодня уже никому не интересно, что вы сидите или делаете. Уже такие люди сегодня могут остаться только на каких-то мизерных зарплатах. Типа, знаете, как говорит мой Сергей, иди вошан на кассу. Вот там вот ты можешь зарабатывать свою зарплату. Во всех остальных отраслях история будет именно такая, как я вам говорю. Когда вы можете, в зависимости от того, насколько вы в чем-то хороши, вы можете быть таким партнером в пяти компаниях. Но вы будете получать ровно столько, сколько вы приведете денег. Соответственно, и вы, и компания имеют право выбирать. Вы можете выбирать продукт. У вас сильно больше возможностей. Потому что сегодня люди перестанут платить. Сегодня люди будут отказываться от всего, от чего возможно отказаться. Потому что, как я уже говорила, нужно сбросить балласты, жирок. И если они не видят от вас результата, например, они вам раньше платили, они четко не понимали, боже, я еду как будто бы в колдубины какие-то, в центр города. Они не понимали раньше, приводите вы им клиентов или нет. Но они понимали, что как бы СММ должен быть. То сейчас должно быть очень четко понятно, что это приводит вам клиентов. Я вот слушала недавно выступление Макса Плохтия, основателя сервиса билетного крупнейшего в нашей стране Карабас. И он говорил о том, что они сейчас с наружной рекламой, с бордами, чего никогда в жизни не было, они сейчас договариваются о том, что они будут платить за приведенного клиента. То есть они вешаются на борт и платят борду, если от них приходит клиент. Я понятия вообще не имею, как это возможно сделать. На борде кнопочку, что ли, вот хочу с Максом этот момент обсудить. Интересно. Но сам факт того, что переход отношений сейчас будет именно такой. Соответственно, если, повторюсь, вы что-то можете классно делать, вас сократили, вы считаете, что вы классный специалист. Вот вам выход. Находите, объединяйте, создавайте команды, примыкайте к кому-то, говорите, например, скажите мне, Ермилова, я классный маркетолог, я могу то-то, 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 то-то. Давай, мы можем поговорить, мы можем сойтись в точках. Я скажу, вот мне нужен такой-то результат, я тебе готова за это столько платить процентов. Ты говоришь, хорошо, мне подходит. И мы начинаем сотрудничество. Это касается любых абсолютно моментов и отраслей, в которых вы находитесь. То есть задача отследить, как это отследить. Это все сегодня отслеживается, каким образом это влияет. И сколько вы с этого получаете. Потому что в противном случае вы, скорее всего, столкнетесь с тотальной безработицей, с минимальными зарплатами, насколько возможно. И самое главное, что вы эту панику можете не переждать, потому что сейчас вопрос не паники. Сейчас вот этот момент, о котором Сережа говорил, о волне. Сейчас момент, когда перестраивается рынок. То есть то, что вы должны сейчас очень четко понять, это то, что как раньше, уже точно не будет. Когда все успокоится, когда все уляжется, когда закончатся все карантины. Будет по-другому. Вот вы должны это понять. Это как, знаете, волна, которая пришла, вот был красивый пляж, стояли зонтики, был отель, все. Волна пришла, повыносила корабли какие-то наружу, там, черти шоу, посносила. А потом, какой бы ремонт там не делали, да, ну, реконструкцию, как это называется, правильно. Но уже по-другому. Уже нету тех пальм, уже молоденькие пальмы. Уже чего-то нету. Там что-то решили убрать, там оградить. Поменяли. То же самое будет в нашем мире. Оно уже происходит. Поэтому вот этот тренд вы должны сейчас для себя словить. Не ждать, не искать зарплату. Как вот недавно мы обсуждали с моим другом Теодором, который занимается косметологией инъекционной. Он говорит, мы на 17-20 тысяч не можем найти девочку-СММщицу, которая бы занималась нашим СММом нормально, там, постами, отвечала в директы, выкладывала вовремя посты, даже не писала их, вовремя выкладывала. И занималась бы, там, формировала наши обучающие группы, потому что там очень большой запрос идет. Не можем, они не хотят шевелиться. Так вот, друзья, то есть людей нанимают, а люди ни черта не хотят делать за эти деньги. Говорят, не, ну за 17 тысяч я ничего делать не буду. Так вот этот этап охуения, простите, он закончен. Слава Богу, он закончен. И сейчас каждый будет получать ровно столько, сколько он способен сгенерировать. Чем вы это будете генерировать? Какими своими навыками, умениями, энергией, тем, что вы что-то круто делаете? Welcome! Сейчас открываются двери, и перед вами мир полный возможностей. Покажите этому миру, в чем вы хороши. Идите в компании, о которых вы всегда мечтали, и привязывайтесь к результату. И первое, вы сможете получить неограниченные возможности. Второе, вы сможете трезво посмотреть и узнать, а чего вы, собственно, стоите. Не тогда, когда вы приходите, и рынок труда диктует цены работодателям, и говорите, ну, меньше никто не платит. А что это мы себя представляем? Да блин, мы что-то представляем. Мне кажется, что я эту компанию обогатил. Очень, кстати, классная история, которую мы с Сергеем часто вспоминаем, когда человек приходит устраиваться на работу. Вот он говорит, при мне прибыль компании выросла там в 20 раз. Я стоял рядом, и при мне росло. Что ты конкретно для этого сделал? Хей, бейб, хочется задать этот вопрос. Поэтому, ребята, есть еще хорошая новость. Если вы в чем-то сейчас, что я хочу сказать, если вы в чем-то сейчас считали раньше себя, там, например, я там хороший маркетолог, сейчас вы в этом не уверены, две истории запомните. Первое. Ваша сейчас задача стать не просто хорошим маркетологом, а очень крутым, и ничем сейчас больше не заниматься, кроме как быть маркетологом, не строить себе план, а может я сейчас вот ремонт обуви сделаю или открою. Это всегда дурацкая иллюзия. Запомните, я это прошла миллион раз, что где-то вот там вот ниша будет лучше. Ни хера. Ниша будет там лучше, где ты что-то круче умеешь делать. А круче ты умеешь делать там, где ты все время этим занимаешься. Соответственно, переходим ко второй истории. Выберите тему, в которой вы будете крутой, и прокачайтесь сейчас. Вот у вас сейчас наконец-то есть время. Вам говорят, сиди дома, не вылазь. Вот сиди этим и прокачивайся. Если вы неделю своей жизни посвятите той теме, в которой вы сейчас там занимаетесь, или хотите быть лучше, хотите в этом продолжать, поверьте, уровень вашей экспертизы взлетит до небес. Клянусь вам. Просто прокачайте в себе и идите в эту сферу. Приходите к людям и говорите, ребята, я хочу у тебя классный продукт. Посмотрите, подумайте, что бы это могло быть, где бы вам было реально интересно. Давайте, я тебе добавлю вот это. Давай договоримся. Сейчас будут вот такие партнерские коллаборейшн. Сейчас бизнес будет строиться на таких отношениях. И самое главное, что вы должны понимать, что это безопасно, потому что вы работаете, вы получаете свою прибыль, а дальше, если у вас что-то не сложилось, вы можете в другую компанию пойти. Навык и талант никуда не деваются. У меня был в прошлом году опыт партнерского бизнеса, не очень хороший, но я осталась со всем своим, со своими связями, со своими навыками, со своими талантами, со своей энергией. И это мой багаж, который от меня никуда не заберут. Поэтому моя задача все время прокачивать это в себе, чтобы что не происходило вообще в этом мире, это всегда мое. Соответственно, это мой набор выживания, и я выживу при любых обстоятельствах. Я хочу, чтобы вы нашли сегодня свой набор выживания, чтобы вы об этом подумали. И повторяюсь, если у вас ко мне будут интересные рабочие предложения, в понедельник я презентую свой проект основной, на который сейчас я планирую задержаться, и который, в принципе, является сублимацией всего того, чем я занималась ранее. Велком в инстаграм, потому что там происходит моя основная жизнь. Ермилова Ольга несложно найти, если вы вдруг не подписаны. И если по этому проекту вы поймете, скажете, Оля готов работать, он мне нравится, я хочу его распространять, пожалуйста, возможности не ограничены. Помните об этом. Все, люблю, целую, носите маски, мойте руки, далеко не уезжайте, я возвращаюсь уже в свою точку, и пусть у вас все будет зашибись. И держитесь подальше от уродов, которых, увы, в жизни хватает, и маска от них не защитит.